Добро пожаловать обратно в Чехию Сегодня, ну у меня на самом деле были сегодня планы на стрим В прошлый раз мы наконец-то отомстили гаду немцу Или как там его Этот, он там у нас остался в подвале Мы его оставили И да, сегодня Мы закончили весь мейнтенс То есть все сделали У нас задача потестировать новый топор Купили топор за 2500 За такое дело, можно и выпить Купили за 2500 косаря топор И сегодня мы пойдем Сегодня мы пойдем И будем, наверное, искать клад Я думаю, искать клад это хорошая идея Я даже не смотрел пока что эту карту сокровищ Поэтому открываем карту, смотрим, что у нас там будет Стоп Ледичка Стоп Эту карту сокровищ мы уже видели Это же самая первая была карта сокровищ, нет? Самая-самая первая Возле ледичка, возле шахты Или это чуть-чуть другая? Нет, чуть-чуть другая Что-то не то Варлок, спасибо за FTL Вполк, вспомнил былые стримы по этой игре Накиндом не останусь Всем приятного просмотра и стрима За экспектатор Спасибо тебе большое За теплые слова Рад, что тебе понравился FTL Мне очень понравилось По-моему, карта похожая, но другая Потому что там фигурировал тоже мостик через реку Но В тот раз Блин, другая карта или та же? Та направляла прямо в пещеру Это направляет рядом с пещерой Ну, пойдем Ледичка Окей, нам нужно до ледичка добраться Я знаю, где ледичка Ледичка Здесь Получается Где-то здесь клад Да Потому что там вот эта река с мостиком Да В прошлый раз Прошлый клад был с этой стороны Ага, вот это тот прошлый клад в пещере А это С другой стороны от ледичка Ну, в любом случае, нам к ледичку И мы, кстати, относительно недалеко От ледичка И это очень хорошо Потому что После ледичка Мы поедем в Ужице Заберем, наконец-то, коня И вернем коня для пани Мы еще должны коня С самых первых стримов Поэтому Да Заберем коня, наконец И Отсюда отправимся Сюда После клада Ну, значит, задача у нас есть Отправляемся в ледичка И я сейчас нахожусь И я сейчас нахожусь Здесь Вот здесь, точнее Возле этого лагеря Нам нужно двигаться На восток В сторону Солнца Стоп Что-то у нас Восток не с той стороны Что-то я Что-то я Не то делаю Стоп Восток Я не знаю, короче Где восток Но нам точно Вот туда А, вот-вот туда А, ну, в принципе, правильно Сюда И нам еще Нужен мухомор Абсолютно Вы правы Мухомор нужен Для варки Зелья И потестировать Топор Желательно По дороге Найти Разбойников Половцев Случайных Прохожих Сборщика Налогов Я не знаю Политика Какого-нибудь И потестировать Топор На каком-нибудь Плохом Человеке Так что Погнали За Победой Да, это Другая карта Я был неправ Взяли на сброс Нам нужно Только если Мы не прокачаем Алкоголь Но Ты знаешь что Я думаю Что мы сейчас Пивасиком По дороге Отлично Качнем алкоголь И Все будет Хорошо Так Здесь проблема В том Что переправы Нет нигде Но С другой стороны Нам переправа И не нужна Потому что Я Просто Двинусь По этой стороне Реки И пройду По Побережью На этой стороне Реки Двигаясь В сторону Ледичка А ну Кстати Если мы По этой стороне Реки Будем идти Это даже лучше Потому что Здесь дикие территории Которые я особо Не изучал Честно Я бы хотел Еще вот этот лес Чекнуть И этот лес Чекнуть Большие Пустынные Лесные территории На которых Мы не были И Я думаю Там много Всего Интересного Прямо Глубокие Леса Я не вижу Там даже Тропинок Никаких Особо Вот одна Тропинка И все И мы здесь Не Не исследовали Местность Но давайте Давайте займемся Кладом Давайте займемся Доставкой Коня Для Зелес Броса Навыков Убирает Точнее Дает Возможность Переролить Кошмары Кошмары Мне не нравятся Они Супер Скучные Ничего Кроме Просто Бесполезного Дебафа На На статы На два часа Они не дают Поэтому Очень скучная Штука Получилась Я бы хотел Кошмары Поменять На что-то Другое Да Поэтому Для этого Можно сбросить Олени Идут Ну Пускай олени Живут Я с лука Все равно Нормально Стрелять Не могу Знаете Что я сделаю Я залезу На ту гору Да Я полезу На гору Посмотрю Что там На горе Ледичка В той стороне Вот Вот сюда Не видно Но она там Поэтому Я знаю Куда я иду Варлок коня Призови Не-не Я специально Иду пешком Потому что Я исследую Местность Когда ты едешь На коне Оно очень быстро И ничего нового Интересного Мы не смотрим А вот эта Груда камней Меня очень интересует Я хочу посмотреть Есть ли там Что-то интересное Игра очень наполнена Разными Штуками Интересными местами Типа вот гнездо Нашли Где оно Так Где-то здесь Гнездо Я пока включу Другой лук Запасной Игра наполнена Интересными штуками А вон гнездо Которые ты пропускаешь Если ты Ездишь на лошади То есть лошадь Нужно использовать Я думаю О Стрелы кончились Кстати о лошади Плотва Привет плотва Дай мне пожалуйста Стрел У тебя должно быть Много стрел Да у плотвы Много стрел Давайте возьмем штук 40 у нее Не Это можно выкинуть Так стрелы есть Где 400 тысячи стрел Ну 200 стрел на плотве Там Бежит Изи попадание Пьяный мастер Опа-па-па Индр Великий рыцарь Борец С преступностью Гоняется По халву За гнездом Один грош Ну спасибо игра Спасибо Не самое удачное гнездо Но Я имею ввиду За такую пробежку Как бы Один грош Немножко мало Но с другой стороны Потренировались Бегать А Так один гнездо Хорошая игра Можно на свадьбе Поиграть В следующий раз Когда меня Тамадой на свадьбу Позовут Я Сделаю игру Догони гнездо Это лучше чем До свидания Да Все таки Один грош Награда за гнездо В итоге лучше чем Награда за Всю линейку квестов На спасение Десятерых человек И помощь Всем Что Да Показательно О том Что лучше все таки Сбивать гнезда Чем помогать людям Кошмары не сбрасываются Это на всю игру Я пил зелье Сбрасываются Только навыки прокачки Ага Ну тогда Зелье сброса навыков Нам вообще Не интересно Мы его сварим Чтобы оно лежало То есть я его сварю На всякий случай Если я еще где-то Мискликну Чтобы оно Было под рукой А ну этот холм Просто вывел нас К Как город же называется В самопешу Мы вышли к самопешу Самопеш нам не нужно Да В самопеше Меня ничего не интересует Коровы спавнятся Очень хорошо Видимо и коровы И Еще одно гнездо Но мы Гнездо находим Все лучше чем Квест на Спасение раненых За этим даже гоняться Не придется Класс Серебряное кольцо Пойдет Карлок Ты играл в Майнкрафт? Так точно Играл в Майнкрафт Когда-то давно Давно чуть-чуть Но для себя играл На ютубе На стримах И не играл в Майнкрафт Я все планировал Челлендж по Майнкрафту И он у меня зафейдился Лес осад Окопника Можно собирать Мяты Ну нам это вроде не нужно Мухоморы не растут В лесосаде Убиваешь гнездо А там обручальное кольцо Да Которое мы не будем Дарить Йоханке Потому что Йоханка пускай Из-за того Своего мастера Выходит Пивасика Можно Пивасик Можно по два пить Изи Держимся Нормально Чуть-чуть Индже хп И невает От двух пив Но не сильно Даже с навыком Даже с навыком Даже с навыком Словенина Который Превращает вино Для нас Чистый спирт Все равно Пиво слабо Опьяняет Но это временно Мне пиво не нравится В качестве Напитка Но мало Сытости дает Опьянение С него Недолгое Очень неудобно А поскольку У нас много Навыков На алкоголизм Прокачанный То Неудобно Заборчик О Прошу Помогите Леди А что случилось Что с тобой Случилось Хозяин Выбросил Меня Вместе С моей Доченькой Мерзавец Сам ее Заделал А потом Избавился От нас Чтобы Жена Ему Зенки Не Выцарапала По ночам Я прячусь В лесу А днем Прошу Милостыню Здесь У дороги Найдется Пара Грошиков Пан Чтобы Я могла Купить Молочка Для Дитятка Я бы Дал Тебе Еды Если Она У меня Была У нас Есть Только Бухло Не Хочешь Отправиться Врат Там Много Других Беженцев А Вас Кто Нибудь Позаботится Знаю Что Там Живут Другие Но Мне Лучше В лесу Самой По Себе Понимаю Не Поможете Мне Пан Могу Это Угажать Меня Выгнали Из Деревни Но Если Я Принесу Грош Другой Местному Торговцу Он Продаст Мне Еды Конечно Возьми Да Воздастся Вам За Вашу Доброту Хочешь Я Пойду Убью Мужука Того А Меду Принимаем Заказы Ты Мне Покажи Куда Ити Я Его Найду В принципе Бесплатно Могу Сделать Даже Скажи Его Имя Да Там Уже Есть Мог Дать Еды Еды Я Не Мог Дать Только Спирта Мог Дать У нас Еды Нет Индр Еду Не Носит С 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 Индр Карму Немножко Исправляет Правда В процессе Мести Поэтому Наместнику Пришлось Еще С С Убить Его С Служащего Одного Который Абсолютно Ни при чем Был И не Заслуживал Поэтому Карму Надо Поправлять Это Правда Тут Ничего Не Скажешь Ну Тут Лес Такой Мирный Лес Я Не думаю Что мы Здесь Найдем Что-то Интересное Обычная Обычная Разводка Дай На Хлеб Предлагаешь Пойти Купить Булку Хлеба Говорят Не Надо Даш Денег Последишь Идут Алкоголь Покупать Амеду Чувиха Посреди Леса Стояла Амеду Может Быть Она Кинула Индр Я думаю Что Типа Я бы Король Вомычал Да Поэтому Да Он Сам Алкаш Так Что В любом Случае Это Даже Не Лес Какой Это Лес Полоса Очень Прозрачная Деревья Тонкие Тут Я думаю Мы даже Не найдем Ничего Ни Разбойников Топор Потестировать Я имею Думаю Может Было На ней Топор Потестировать Но Как-то Не Совсем Некрасиво Прогалина Вообще Вот Что-то Интересное Просто Поваленное Дерево Ничего Интересного Валеное Дерево Никаких Никаких Ивентов Не наблюдается Ну ладно Ага Нет Вот что-то Интересное Есть Враг Ну это Ну это Сейчас Мы Знаете Куда Вышли Это Мы Вышли К Дороге Как раз На Вот Это Мы Как раз К дороге В сторону Ледичка Вышли Происшествие Это Мы Сейчас Вот На этой Дороге Нам По ней Не надо Спускаться Мы К Мельнику Выйдем Что нам Неинтересно Двигаемся Дальше Пока До реки Не дойдем Пошли К мостику А после Говорить Там Разбойники Часто Я помню Про тут Мостик Но Пока Что Я Пасану Там Совсем Злые Разбойники Хотя Злые Разбойники Равно Много Денег Кстати Лук Новый Можно Включить Камни Интересные Какие Ага Вот Что-то Что-то Нашли Разбалины Дома Скорее Всего Мы Их Уже Находили Да Поскольку Не высвечивается Интересное Место Я думаю Мы Их Находили Или Нет Яд Шалфи Валериана Беладона Кинжал Может Находили Развалины Но не Находили Сундук Похоже Что Да Похоже Что Я был Здесь Может Быть Знакомое Место Да На прошлом стриме Нас убивал Один стражник В рукопашную Но мы были Без брони Броня В этой игре Решает То есть Здесь В бою Любая Твоя Обычная Атака То есть Твоя Левая Кнопка Мышки Может быть Автоматически Парирована В любом Случай Ты ничего Не можешь С ним Сделать Единственный Вариант Чтоб Тебя Не парировали Это Не делать Левую Кнопку Мышки Но так Скучно Очень Драться Стоять И ждать Пока Противник Атаковать Самому Парировать Супер Скучный Стиль Игры Мне Не Нравится Поэтому Я Люблю Драться И Я Люблю Драться Агрессивно С Топором Идти В атаку Поэтому Вот Чё-то Нашли Мужик Висит Ну Что-то Явно Нашли Интересное Место Пошли Посмотрим Как у мужика Дела По-моему Он Не очень Хорошо Себя Чувствует Мужик Ты там Как Попробуем Его снять Оттуда Верёвку Прострелить Не Получилось Ну Зависает Чувак Не будем Мешать Заяц Есть Вот Можно Поспать Рядом С висящим Мужиком Отличная Идея По-моему Поэтому Да Когда ты Дерёшься Без брони Тебя рано или поздно Парируют И ударят И этого Никак не избежать Насколько я знаю Ага О 29 грошей Золотой кубок Зелья От тяжести В животе Вот Мужика Было Вот это Ну Интересно Не зря Пошли Пошли Что-то Новенькое Здесь Сейчас будет Река Со стучалкой Вот Река На стучалке Надо зайти К стучалке О великая Стучалка Преклоняю Своё колено Перед литком Твоим Была ты здесь Задолго До Начала Времен И задолго Будешь Благослови Наше путешествие Закладом И дай Нам Силу Дай нам Взор Увидеть его И раздобыть Во славу твою Досветится Лопасть Твоя Стучалка Аминь Стучалки Зашли Это Хорошо Так Ну и теперь Надо залезть На гору Но Сила стучалки Поможет нам А вот Здесь Я никогда Не ходил Здесь Мы никогда Не были Нравится вам Рыба Чат Жена Нарисовала Да Хорош Нарисовала Вообще Собирались Рисовать Собирались Рисовать Гифку Ну блин Не получается Тяжело Пока Короче Как сделать Гифку Мы пока Не придумали Так Чтобы она Хорошо Выглядела Я очень рад Что вам Нравится Я передам Обязательно Гифку Очень долго Делать Да Ну Рано или поздно Мы ее сделаем Но это Нужно Время Поэтому Мы решили Такую рыбу Запостить Пока Для вас Передам Жене Что Что Вы В восторге Она Будет Очень Очень Рада Если Что Смайлик Вам понравился Старалась Да Это Новый лес Здесь Мы особо Не ходили Так Здесь Программа Показывает Предыдущий Слой В смысле В гифках Что ли Да нет Гифки Я умею Делать Где мы Вообще Что Залез Мы Сейчас Здесь Ну В принципе Движемся В правильном Направлении Мы Сейчас Вот В этом Лесу Вот Здесь Показывается Как раз Еловый Лес Мы Сейчас В этом Еловом Лесу Вот Интересное Место Пещера Что Ли И Наш Клад Где-то В этом Районе Сейчас Разберемся Мы Прошли Ледечка И Вышли Сюда Нет Мы Клад С другой Стороны Нашли Тот Клад Был Здесь А Сейчас Мы С другой Стороны Ищем Да Похожее Место Я тоже Сначала Карту Открыл Не мог Понять Но Другое Место Вот Это Как раз Еловник Который На карте Нарисован На склоне Ну Тут Поинтереснее Какой-то Лес Более Такой Более Насыщенный Более Плотный Лес И Здесь Я Может Быть Найду Нам Какое-то Интересное Место Ага Пещера Отлично Пещера Хорошо По-моему Я слышу Еще одну Стучалку Или Это Ту Стучалку Слышно Непонятно Ну У меня Один Спасительный Шнапс Ну Пошли Посмотрим Что За Пещера Ага Похоже Никого Нет Дома Здесь Но Это Не Культист Это Просто Охотники Я думаю Здесь Живут Да Похоже Что Это Просто Пещера Охотников У них Есть Яблоки 15 Штук Можно Их Сожрать Все 15 Яблок Пополнить Запас Витаминов Чтоб Цинги Не Было Кайф Кайф Не зря Пришли Яблочек Пожрать Хорошо С утреца Пивком Пивком Запить Пивком Запить Ой Хорошо Идея для Майнкрафт Челленджа Прошить 40 минут В харде Не Нужно Что-то Более Интересное Собирался Делать Спидран Но Не Буду Слишком Сложно Надо Что-то Что-то Более Интересное И вот Я Не смог Ничего В итоге Придумать Так Ну Это Явно Другая Стучалка Пошли Смотреть Новую Стучалку Да Я Слышу Ее Нет Другой Стук О Новая Стучалка Кайф О Так же Она Хороша Как Да Еще Одно Новое Воплощение Стучалки Спасибо Стучалка Что ты Есть Спасибо Что Заряешь Своим Стуком Наш Мир Досветится Стучало Твое Аминь Так Ну Теперь Я думаю Мы дошли До Этой Реки До Пещера Там Лагерь И Давайте Выруливать К мосту И будем От моста Ориентироваться Так Теперь Вниз Мы Должны Выйти К реке Если я Не перепутал Где мы Находимся Что вполне Возможно Но Маловероятно Апостом Привет Опять Мне так Классно Поиграли Вообще Жесть Слэйз Спайр Пушка Абсолютно Эпичный Ран ФТЛ Мультивселенная Пушка Там Весь Контент Там Столько Контента В этом Моде Просто Жесть И Да Использовать Ничего Не буду На всякий Случай Но Там Кайф Окей Вот Мы Нашли Мост Мы Сейчас На этом Мосту Теперь Открываем Карту Карта Так Мост Ну Все просто Идем По дороге Пока Не дойдем До повозки Сворачиваем К пещере По моему Очевидно Вот дорога И Погнали Барлок Я когда играл в линейдж Рисовал иконку клана 8 на 12 пикселя В такой ад был Рисовал пентаграмму Ха-ха Да Понимаю Ну Пиксель арт намного сложнее Чем кажется То есть Когда Ты смотришь на пиксель арт Тебе кажется Ой Тут че там Просто пикселей натыкал Пиксель арт Один из самых Сложных Видов Вот такого Искусства Простого рисования Я не имею ввиду Там картины маслом Писание Я имею ввиду Вот Рисование для людей И пиксель арт Чтобы он был Красивый И качественный Это Это чертовски тяжело Поэтому Его сложно делать Чтобы он нормально Выглядел задалека И особенно Вот Например Кто-нибудь видит Пиксельную игру Бывает На пиксельную игру Говорят Фу Там пиксели Типа Ленивые Ленивые Разработчики Решили нарисовать Пикселей Пиксели сложно Делать На самом деле Очень сложно Пиксельные Изображения Картинки Очень сложно Так Вот повозка Это я предполагаю Что собственно Повозка Которая была На карте Интересно Что они на карте Наносят Повозки Сломанные И мы И мы идем На холм И где-то Между Пещерой И Повозкой Должен быть Наш клад Ну Пещеру Надо найти Сначала Наверное Крапива Растет Ну вот это Похоже На какую-то Нычку Но наверное Не оно А здесь Где у нас Пещера Я смотрю По сторонам Очень крутой Склон Супер Крутой Склон Я не знаю Кому У него Подниматься Будем Мне кажется Что здесь Не подняться Да Хм Так Я не Понимаю Я потерялась Я прыгала На батуте Потерялась Куда мы Двинемся Отсюда Так Повозка Ну я явно Там где нужно Пещеру мы Видим Отсюда Какую-нибудь Ну вот там Что-то виднеется Похожее На пещеру Попробую Подняться Здесь Правее Не уверен Получится Или Или нет Это не пещера Это были камни Просто Рандомные Камни Блин Здесь не подняться Бессмертей Найти адскую Крепость Пушка Проблема Вот таких Челленджей Что они Специфичны Для определенной Игры И когда Ты такой Челлендж Делаешь То Ну например Мне ни о чем Не говорит Бессмертей Найти адскую Крепость Что это значит Если человек В майнкрафт Никогда не играл Для него Это тоже Ничего не будет Значит Ну какая Это адская Крепость Ну без Смерти И что здесь Такого Соответственно Нам нужен Челлендж Который Был бы Понятен С первого Взгляда Не шарящему Игроку Включая Меня Например Я тоже Не шарящий Игрок Поэтому Вот например Мы делали Челлендж В Геокес Или тогда Батл Рояле Там все понятно Нужно за два часа Один раз выиграть Абсолютно понятно Никаких проблем Это был один из самых Успешных стримов За всю историю канала У нас было что-то там Под 200 зрителей На стриме Во время этого челленджа Круто Круто И на ютубе Видос тоже хорошо зашел Поэтому Потому что он был Очень простой И Понятный И Там был Там было супер весело Пройти майнс Моим авторским Ресурспаком А ну Про твои Ресурспак Все знают Всем будет понятно Окей Мы явно что-то Нету делаем А мы Это явно Какая-то ошибка Я ищу Не там Где нужно Вклад не должен быть На этом холме Идем дальше Нужна другая телега Это неверная телега Телега Не давать просыхать Инджи О, а вот это Кстати Хорошее замечание Пивасик Боник Так Идем дальше И Еще раз карта Телега На холме Над телегой Но знаете что Это не значит Что вход на холм Где-то здесь Вход на холм Может быть дальше По-моему Место правильное Только нужно Забраться наверх Соответственно Будем искать Путь наверх На вершину холма И вот там Наверное Рядом с пещерой Будет Собственно Клад Поворот Перед телегой Да Но там Не пройти Я пробовал На карте Две телеги Там телега И мельница Думаю Что вот Сюда Нам Во Вот Теперь мы Забрались На холм Теперь я вернусь Назад И найду Пещеру И буду От пещеры Уже Ориентироваться Это будет проще Пещера большая По идее Его Ее мы не должны Потерять Ну хотя Я помню Мы искали пещеру На первом кладе И да Это была целая история Поэтому Пещеры тоже Такие Ненадежные Штуковины Так Вот это холм Вот там Внизу где-то Будет Телега Сюда мы Как раз Не могли Забраться Так Теперь Идем Поверху Смотрим Пещеру Ну Что-то Пещеры Это и нет А вон там Что-то Виднеется Вдалеке Но это Не пещера Я вернулся К реке Похоже Нет Нет Мы Очень далеко Зашли обратно Это уже Явно Не Телега 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 Осталась Далеко Позади Но С другой стороны Какой-то Высокий Холм Пещера Вроде Как Должна Стоять На Холме Это Что Такое Что За Чертовщина Разрушенная Даже Не знаю Как Это Назвать Они Здесь Спускали Бревна Вниз В Воду Разрушенная Система Водопровода Что Что То Такое Ха Есть Сундук Ну Хотя Сундук Нашли Это Вряд ли Наш Клад Или Это Наш Клад 56 Грошей Чаша Два Кубка Чаша Мне кажется Что Это Не Наш Клад Очень Далеко Мы А Родник Это Был Когда А Все Понимаю Был Родник И Он Стекал Туда Вниз Там Можно Был Набирать Очень Интересно Да Хорошо Я ориентируюсь На местности В этой игре Тоже И Отлично Ориентируюсь Я Вчера Ночью Блин Дотащил Этого Мужика Ночью С факелом До пещеры Посреди леса По памяти Ну И по карте Немножко Но Чуть Чуть По карте Нарисованные От руки Карты Которые Не точно Передают Позицию Всего Вот это Другой Вопрос Это Пещера Какие-то Камни Пещера Или Просто Смерть И Загрузка На Два Часа Назад Похоже На То Что Здесь Может Быть Пещера Сейчас Убьюсь Будет Урок Про Пещеры И Аккуратно Спускайся Оп Держись Тормози Там Не было Пещеры Разбежавшись Прыгнуть С Пещеры Так Заново Какой Переправа Напротив Телеги Восьмом Случ Не отмечено Давайте Идти дальше Посмотреть Еще одну Телегу Другую Телегу Как Минимум Надо Дойти До Мельницы У нас Есть Еще Ориентир Мельница Водная Мельница И Телега Где-то Между Мельницей И Кладом Точнее Клад между Телегой И Мельницей Возможно Нам Нужно Дальше Хочешь Сам Найти Или Помочь Желательно Сам Если Мы Совсем В тупик Попадем То Можно Я Спрошу Вашу Помощь Ну Вот Это Наша Мельница В теории Девушка С Мельницы Анна Ну Видимо Мельница Я Видела Нападение На Скале Цел Своими Глазами Мария Матерь Божья Что За Страх Я Натерпелась Неужели И Как Ты Там Оказалась Я Туда На Рассвете Добралась Нужно Было Пару Коз От Которых У меня Немец Что Вы Говорите Что Она Тихо Одна Разговаривает Давайте Тогда Ориентироваться От Мельницы Поднимаемся Наверх На Холм Ищем Пещеру Холм Над Мельницей Думаете На А Не Топор Попрактиковать В Тюрьму У вас Пора Индрих Убивает Только Бандитов Воров Ну и Людей Которые стоят У него на пути Ну или Тех У кого Есть ключ От Того места Куда ему Нужно Попасть Ну или Если На Турнире Проигрывает Ну Да В общем Ну в принципе Да Что-то он Как-то В последнее Время Немножко Потерял Моральный Компас Так Ну вот Наша Скала Над Мельницей Теперь Давайте Смотреть Теперь Давайте Смотреть Пещеру Нашел Зайца Зайца Где Пещера Челлендж В харде Не умереть На двадцатый День Не Не Вот видите Не так просто Придумать Какой-то Интересный Челлендж Да Челлендж Разобраться В моде Create Блин Челлендж Пост Сума Уже Провалил Черт Пиво Пить Не пьет Пиво И не пьет Пиво Че-то У них Тут С пещерами Беда Куда Они Спрятали Эту Пещеру Жесть Какая Прожить Один час В майне Без крафта Покупки Лута Ну то есть Встать Куда-нибудь Заныкаться Застроить себя С четырех сторон И смотреть В стену Ну не самый Будет Контент Такой Лучший Мы нашли Пещеру Я думаю Это та Пещера Отлично Ну и в ней Растёт Пещерный Крип Значит Это Пещера И Очень Сложный Замок В Пещере Очень сложный Ха Мне его даже не открыть Какой у меня уровень Какой у меня уровень взлома-то И когда он будет нормальный 7 Ну что, я могу сказать Очень сложный с десятым И то не все, капец Ну пещеру нашли, ладно В любом случае у нас была задача Найти пещеру для начала Так, окей, пещера найдена Пьяный мастер в помощь Почему вы говорите Пьяный мастер в помощь Будучи пьяным Вы скрываете на 33% легче Аааа Может быть тогда Если этот скилл взять Но нам нужен в любом случае Девятый уровень для скилла Зелья кошачьей лапки у нас нету Да, ну ладно В общем, вернуться сюда с зельем Позволяет вскрывать все замки Блин Вот это был бы кайф Я что-то даже не подумал Я думал, просто будет в процессе легче взламывать Поэтому я ее не взял Мисплей Ну, точнее не мисплей, неправильное предположение Мы можем переролиться в пьяного мастера под сброс Вы правы О, вот это идея Вот это отличная идея Переролиться в пьяного мастера А вот для этого я зелье сброса использую Короче, нужен мухомор Да Я думаю, что мы здесь Ну, ладно, давайте Ну, пещеру нашли Теперь давайте искать, собственно, сам клад Ладно, этот сундук мы потом займемся сундуком Для начала клад Или это показывает, что клады есть в пещере Офигово знает В теории Нет В теории где-то здесь должно быть Это... Ребят, кто находил клад? Это и есть наш клад? Или нет? Это и есть клад? Ага, все, понял Окей То есть, ну, просто крестик указывал на сам... На саму пещеру Только чуть-чуть неправильно Ну, ладно Тогда сюда нужно вернуться Ну, теперь у нас есть дополнительная задача Найти мухомор Я знаю точно, где растут мухоморы Одно место с мухоморами я знаю Мы сюда вернемся Вскроем этот чертов замок Ну, да Мухоморы растут в лесу Я знаю, в каком лесу конкретно растут мухоморы Платва Погнали Прошло У травника, которого я видел У него не было мухоморов Поэтому я не знаю У всех ли мухоморов У всех ли травников мухоморы Задаются О, и платве нужно подковы купить Да Мы, кстати, едем сейчас в Ужице Поэтому Я в Ужице хочу заодно коня в Тальмберг отвезти Потому что мы собирались найти клад И открыть И отвезти коня в Тальмберг Но Блин, клад не открыли Собственно, клад мы нашли Но не открыли его Окей, надо открывать клад тогда Карта Я сейчас здесь Жилье Какие-то занятия Но их справа Ужица На севере А могу В Ужице И В надзеле кошельчих лапок Где его взять-то А, поехали в Ратай Сейчас разберемся Погнали в Ратай Уж в Ратай мы, наверное, купим мухомор Травница Чуть левее Прямо Не, ребят Мы так не найдем Вот это травница А, ну если это травница Тогда мы недалеко Пошли Я проверю вот это место А-а-а А-а-а Я потерялась Спасите По-моему, вот это лес С травницей Наверное Но я потерялась В чистом поле Сложно ориентироваться Интересное место А, ну сейчас Сейчас определимся А, не, все правильно Все правильно здесь Так, а это что за интересное место Какое-то Что это такое Я даже не знаю, что это Чуваки, там вроде внутри что-то есть Чего там? Там Что-то заныкало? Там как будто что-то спрятано Чудеса Кошек Счастливая пути тебе Хорошей дороги Будка Да, Будка Ну ладно Ну, по идее Вот мы идем по этой реке И приходим к травнице Да Да, и травница будет По правую руку Может еще что-нибудь Интересное здесь есть По левую По правую Вот на этой стороне По левую Окей, я смотрю Вот в эту сторону Окей, по левую Да Вы правы По левую Мисплей лево-право Случается Травница Ееееее Изи травница Билд Предтравница Храни тебя, Господь Чё-то вам травница Чё-то вам травница Чё-то мне могу тебе помочь Добрый рыцарь Как мы чё-то потравничать Зелье кошачьей лапки У неё есть два зелья Изи Два зелья кошачьих лапок Карта сокровищ Ищи щётно Хо-хо-хо Изи карта Так что нам ещё нужно Окукливание Мухоморы Мухоморы Рецепт кошачьих лапок Знаете что я беру? Мухоморов нету Да, мухоморов.нет Беда Ну ладно Зато есть сами зелья, короче Книга над травой коренья нам нафиг не нужна Собачьи щетины я вроде наварил нормально Но если что, она тут продается Отлично Я бы хотел Ну Зря не качаешь травничество, да ну его упадет Что? Вот я еще буду пол стрима собирать траву в лесу Окей, у нас есть У нас есть дили кошачьих лапок Ну тогда обратно, погнали, да? Пойдем открывать сундук, тогда уже фул сундук билд А, я качнул, кстати, уровень травничества Мы из квест вот недавно проходили специально, чтобы уровень травничества качнул Кайф Лучший квест Домик Окей Я сюда вышел? Я сюда пошел, что ли? Нет, я сюда пошел Почему у меня домика нет? На карте Опять я потерялась Да е-мое Окей, в чистом поле я плохо ориентируюсь Ладно Беги на солнце Это, кстати, логично, запад Беги, беги за солнцем Сбивая ноги в кровь Беги, беги, не бойся Играть с судьбою вновь и вновь В гнездо, гнездо стреляй ты Канал был заблокирован за нарушение авторных Гнездо Что-то этот лук особо вверх не поднимается Изи, гнездо Стой, гнездо, стой Ожерелье за тысячу О, хорошее Гнездо Нет, зелье лапки нам сто процентов даст Зелье лапки нам сто процентов должно дать Взлом этого замка Потому что мы уже взламывали очень сложные замки с этим зельем Оп, слишком далеко сюда нам Я нашел там корчма, я понял, где мы Hello, team Welcome to the Russian stream Hello, America Где не был никогда Мне стали слишком малы Твои потертые джинсы А вот это не Америка, это Германия Упс, ну про Германию я хороших песен не знаю Только очень старые, но они не подходят, а? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14 great music как же песня рамштейн пусси я люблю рамштейн знаю там культурных слов ты не особо есть как м так чего то я хотел чё я отвлёкся спасибо большое по сумке с донат и факел включитель темно уже я рамштейн я хорошо знаю у любовное зелье мама у него ну чтоб еханки шиш алфей растет вороний глаз можно вороний глаз подобрать чё вороний глаз типа круто собрали под ним вон череп лежит вороний глаз редкий он продавался а это для сохранения зельки варить да по этим не занимаемся вроде особо чем нам сохранение так там и здесь у меня строго на юг где запад уже фиг знает сейчас будем с факелом обратно искать эту пещеру но и мы хотя бы знаем где она да это уже хорошо мухоморы отлично мухоморы найдены изи победа над мухоморами так ну теперь мы можем сбросить навыки ну будем ли мы их сбрасывать для того чтобы взять пьяного мастера наверное я имею ввиду там же не так уж долго распределять их заново нет это не 40 минут клик 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 и все готово так ну и теперь я тупо брожу по лесу как дурак и на нашел какой-то костер с бандитами наверно а нет происшествие может и с бандитами но я имею ввиду больше наверное с результатами бандитских приключений по-моему чувак лошадь лежит блин лошадку жалко и лошадки жалко бедный мужик явная причина смерти это дегидрация ну он вон и перегрелись делали шашлыки и слишком слишком сильно нагрелись на шашлыках солнце светило вот тут как раз прогалено и да шашлыки опасная штука обязательно обязательно пейте много воды когда делаете шашлыки а то будет вот то же самое беда ну я могу сориентироваться по этому пути происшествию окей происшествие если смотреть прямо мне нужно чуть налево свернуть то есть происшествие смотреть прямо вот если я пойду вот так по идее я должен выйти туда куда нам нужно пещере я скорее ориентируюсь такими уж методами прямо шикарными туповатый план с моей стороны искать пещеру вот так вот ночью с фонарем это просто просто ужаснейшая идея и скорее всего я ее не найду ага я ее нашел но это была не пещера я перепутал интересное место мы сейчас здесь нам нужно вот это или я нашел это интересное место нет я уверен что вот здесь мы сейчас здесь нужно двигаться примерно в том же направлении окей так ну значит отсюда и в эту сторону мы должны туда выйти по идее плюс-минус а довольно большая черта слишком близко и 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 можем добраться от мы до пещеры можем добраться от мельницы более-менее надежно плюс-минус это надо делать днем ладно чеки я подожду до утра это проблема будет энергии будет мало но пока может слегка нормально не помрет сейчас этого смогу ничку с утра бахнем будет норм ну или пивасик все равно темно дорога должна привести меня на мельницу по идее нет да стоп опа ну мы не нашли ту пещеру но мы нашли что интересное место могилу отлично то что нам нужно оу сундук ух уху 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 37 грошей зелелазаря игральная кость ци вторая из демонических игральных костей что? ха-ха-ха книга о красноречии офигеть окрашенная куртка с железными пластинами старая семейная реликвия за 1,8 тысяч нифига себе и цапоги дворянина окей так ну во-первых что там за доспех был а, ну эта бригантина не очень хорошая она одевается вместо моей миланской бригантины окей эта бригантина не очень куртка ну ее можно продать реликвия заувер много денег, но без урона э-э-э тут написано, что этот меч не ломается у него прочность 90 это, наверное, фишка этого оружия типа суперпрочный, не ломающийся меч да? первую кость я продал? ребят, ну мы не будем сидеть и играть в кости когда тут есть лес так, ну значит я здесь сейчас окей если я отсюда пойду на восток я выйду туда, куда мне нужно определиться бы, где восток вот я сейчас внутрю со склона куда? в сторону этой реки? по идее, да мне надо развернуться и идти в обратную сторону нет, а может я не туда смотрю пойдем вниз я не вижу река там или не река не река ни разу в боях не смог довести оружие до ниже 70% чтобы сломать оружие а река все-таки река чтобы сломать оружие сильнее я бил об стену очень долго бил ну, слушай ну может кому-то нравится прочное оружие может кто-то не ремонтирует оружие специально я не знаю ну, короче, есть такое вот суперпрочное оружие 90% прочное никогда не будет ломаться но в теории в бою в затяжном это может быть имеет смысл потому что чем меньше прочность оружия тем оно хуже правильно? соответственно если у тебя оружие с очень-очень хорошей прочностью то ты в затяжном бою будешь наносить много урона наверное все равно будет хуже чем с немножко более быстро тупящимся мечом с большим уроном но я имею ввиду не все оружия должны быть хорошие некоторые оружия могут быть хуже других и это нормально может ты бы этот клад вот был бы я сейчас третьего уровня я так рандомно бы наткнулся на этот клад в лесу и я был бы счастлив это было бы намного лучше какого-нибудь нубского клинка там обычного ну еще бы у меня денег не было я такой классно можно не чинить да так что ну то что оно объективно хуже других оружия это же ничего не значит так ну я надеюсь я правильно иду чертов клад по-моему я вот так шел в прошлый раз хотя я уже начинаю я в этом лесу уже все заблудился забыл все мы как-то по-моему слишком далеко сначала прошли а потом возвращались что ли а вот она отлично все таки нашел изи спортивное ориентирование что изделия зелия кошачьи лапки дает плюс 5 к навыку вскрывания замков бой и и и этот замок слишком сложный а у меня 7 плюс 5 скрытие замков не вскрыть круто там босс всех сундуков и а если две порции выпить они не остаткаются нельзя не остаткаются капец инжектон деревянный возьми топоры разруби ну чё хоть берешь топоры и рубишь сундук чего тупить руби сундук ах ну что я могу по этому поводу сказать поехали отсюда нас кинули по-крупному я не знаю когда мы этот взлом замков прокачаем до 10 уровня предполагаем что нужен 15 да я не знаю когда мы его качем до 10 поэтому да а едем строго на север в ужице хотя бы заберу коня и коня отдам пани хоть что-то хорошее мы сегодня сделаем вот вам вези меня север восток север да восток справа север север прямо чё-то тут не сходится у нас восток неправильный может может сходится не знаю я верю в север поехали вот вам поедя всю игру имея на руках столько больше стака агрошей с самой дорогой бронёй и всего остального имел уровень навыка взлома 17 вау жесть ну задолбаемся мы его качать чего можно сказать по этому поводу я обидно что сундук не открыть это временное жилище по-моему да типа таверна нам поспать надо варлок челлендж на хардис крафтить проигрыватель окей мы думаем мы можем прекратить челлендж по майнкрафту на крафт рандомных вещей думаю можно перестать придумывать они все равно не пойдут ну вот 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 само вот свинья можно открыть свинью можно открыть крестьянина обокрасть но ты реально нужно ходить тупо и все замки взламывать лошади можно если бы можно было лошадь украсть и навык прокачивался был бык ты на частной территории мне бы заснуть и сохраниться мне показывает только обокрасть я так понимаю что я под этим зельем с людьми разучился разговаривать я теперь только красть могу джх заштырила где где вариант что за так так вот у меня тот же вопрос где вариант поговорить с ней сломайся все ребят мы не качнем двумя очень легкими замками нам навык до 10 уровня и вот у меня очень легкий замок могу его взломать сколько мне таких замков надо будет взломать чтобы 10 уровень получить так служанка в карте не хочет разговаривать поговори со мной блин только обокрасть ее можно что за жизнь происходит все поехали отсюда капец мы сейчас здесь а ну правильно нам на север все правильно все правильно ехали восток север вперед шевелись платва нет я не буду взломать таверну я не собираюсь убивать всю таверну родину чтобы прокачать 0.1% уровня взлома надо в монастырить и в монастыре очень много много очень сложных замков вот когда мы будем в сазаве надо сломать весь взломать весь монастырь вот это план который нам нужен какой у нас сейчас активный квест мы едем за конем в ужасе конь для пани я наконец-то сделаю плюс коня надо отвезти в Таленберг когда мы пойдем в Таленберг мы сможем сдать еще квест на шкуры бобра ой не бобра а этого кабана какой камень большой шкуры кабана и воровской квест на чего-то там и у чувака который в Таленберге на мельнице работает у него продается книжка на взлом замков вот так что Таленберг там самое место вообще-то я хотел с бандитами подраться но мы никого не встретили мы весь стрим лазали по лесу и ни одного бандита вообще ни одного топор новый купили и не потестили эх по идее ужаса должна быть за этими вот здесь почти лужица лужица вот она бандитов не осталось вот это как раз конюшня и в общем план такой короче коротко в предыдущих сериях охоты на коня нам нужно вернуть коня в Таленберг что недалеко проблема того что конь какой-то мягко говоря странный не дает на себе ездить сбрасывает нужно узнать как с этим конем справиться просто лошадь просто лошадь в общем сейчас еще одна лошадь сейчас я найду тут конюха с ним я поговорю и узнаю и узнаю где он да вот мы здесь как раз конюх привет я к вашим услугам тут надо узнать как справиться с этим конем я ищу здешнего конюха ну ты его нашел чего надо меня послала пани Стефания из Тальнберга и купить подковы что у тебя есть для нее чалый конь так так камергер Дитрих сказал что пришлет человека да конь тут но не знаю готов ли он эта скотина дает себя заседлать и поводить по двору но как только кто-то оказывается у него на спине в него как бес вселяется проблема что же делать на этом коне собрались выезжать на панской свадьбе не делай это если он задаст жару всаднику как же с ним быть спроси вашика почему-то этот чертов коняка его слушается а потом заберешь коня с собой Дитрих все устроил да хранит тебя бог так подожди мне нужно для своей шикарной платвы купить воинские подковы то что нам нужно сколько 2000 что не хоть делают ускоряют да нам вроде не надо она вроде и так быстро бегает уздечка добротно сделанные подковы для боевого коня способны нести рыцаря в полном доспехе и переходить на самый быстрый голуб лошадь с такими подковами будет быстрее скакать рытью и кентером окей я думаю что нам очень нет чапрах мы не будем надевать на платву ну ладно давайте купим воинские подковы за 2000 я не знаю почему нет что уздечка дает позволяющий более уверенно управлять ладно пофиг на эти деньги воинские подковы для платвы блин уздечка рыцаря еще надо но тут же нам денег никак не хватит удечка придет простую покупать лон обсудим цену у меня денег то и нет ничего си у меня осталось 20 у меня осталось 20 крон я ему переплатил подожди там уже было а там 2 и 1 было я переплатил мисплей ну ладно я переплатил для платвы ничего не жалко окей нужен доспех так так мы переходим на питомца одеваем на платву воинские подковы и простую уздечку ну вообще ну сейчас будет подкованная 61 скорость уздечка что дают в цифрах непонятно но ну кайф может мне тогда охотничье седло не нужно на нее одевать да по идее мне надо седло но обычное без без сумок ну ладно пока так пойдет ну у нас 20 денег осталось окей так пошли говорить с Васей или как там его нет не старший понял мне нужен другой чувак или старший понял нет с этим мы только что говорили где мужик с кем он сказал мне поговорить укради у него свои гроши а так можно тебе помочь убить гроши забрать что ее подсказывает что мы квеста провалим а капитан не в кармане хранят деньги а где в сундуке вот в этом тут только лошадиная шкура а вот в этом этот замок слишком сложный интересно он был слишком сложный из-за того что зелье кончилось или если я второе зелье выпью он будет норм попробуем я познаю что последнее зелье вдруг взломается ключ о о о о нужно украсть у него ключ сейчас сейчас все будет стойте пьем шнапс так так изи теперь пока он не видит крадем ключ как крась ребят как как крась то подскажите я начинаю красть появляется какое-то меню карманная кража удалась окей что там дальше делать там какие-то значки появляются просто жесть очень долго держи жертва поймала тебя за руку эй какого лешего ты вор нет на помощь держите вора вор а это джебейт был я вижу вора какого вора нет здесь вора никакого вот у него ключи спасибо чат все не буду вас больше слушать я блин обычно так не делаю я тебя запомнил фемилекс так наверное нужно держать не очень долго а сколько то там типа вот так когда становится красный отпускай кнопка помощь есть вон ключ там был ключ эй это мое проклятие в кармане страже скорее сюда там вор вор короче какая-то бесед система воровства конечно просто жесть вы наверное не будем с ней заморачиваться да мы короче сделаем по старинке система нормальная просто надо ее шарить да надо тренироваться вор вор хороший крендели забрать надо что за ключ не от этого сундука чуваки да ключ от другого сундука ты как его открываешь от сундука с лопатой наверное отлично какого сундука ключ то этого может тканя можно открыть теперь пока ты держишь копится время для кражи которая ты тратишь на перемещение курсора в кармане все ясно в общем кражи хитрая штука которая нам не подходит она здесь от этого сундука ну да точно полка хороший сундук офигеть не подождите там было это украшенная сюркота я не прав очень хороший сундук жену можно украсть у него ты нарушаешь закон нет я есть закон я не могу нарушить то чем я являюсь тренирую кражу на крестьянки окей давайте кресть на крестьянки страх крестьянка меня поймала что что такое ты что это делаешь вор и не вор стража короче давайте давайте я загружусь я обычно этими загрузками не занимаюсь больше не будем кражами заниматься мы вместо этого пойдем поговорим с мужиком который тут коней водил вот это наверно он тачек вашик ваш привет доброго тебе здравия добра против обучения нет ты ваш я слышал ты умеешь справляться с конем на котором больше никто не может усидеть да умеем как ты это делаешь как ты его успокаиваешь я я добр к нему шо ты в чё слышь тупор он я бы хотел хорошо обходиться с этим конем но я не знаю как потому что не знаю его так как ты можешь мне помочь врешь ты хочешь его забрать оставь его в покое бывай пока как бы вы меня все задрали последний я я добр к нему нет нельзя его запугать у меня красноречие 8 второе у меня обаяние сейчас два плюс один потому что грязный слушай вашик меня прислала пани и стальберга подскажи как успокоить этого чалова фанни стефания успех так ты ее знаешь обаяние 3 красноречие однажды она даже разговаривала со мной я тоже ее знаю и со мной она тоже была добра поможет мне с чалом надо пить его любимую песню и что за песня ауге наувиш камен возле яблоньки моей я пасу двоих коней кони серый да гнидой а я парень молодой на каком мне поскакать свою милую обнять ну надо же я знаю как это выглядит но ему нравится спасибо вашик да хранит тебя бога петь песню еле мясо мужики пивом за пиво ли о чем ваших говорил они не полны ли начало чем поехали забыл песню пить индрик пой песни яблоньки мои я пасу двоих кони серый да гнидой а я парень молодой на каком мне поскакать свою милую обнять ну все еще хочешь меня сбросить ахаха хорош поехали там берк по моему туда думаю что мы правильно едем по идее да не в ту сторону да ладно че не в ту сторону в ту сторону река река вырубка да в ту в ту нормально поскакал мостик окей нефту здесь мостика нет хорошо нефту давай в другую сторону есть мостик где а вот но я выше выехал отсюда и поехал сюда это не может быть этот мостик должен быть вот этот мостик левее тем хоть мост видите что я слепой что ли нет здесь моста пока завтра дома будут буду думать про челлендж варла не надо не надо ну его в баню этот челлендж спокойно носить но челлендж думать не надо не заморачивайся оно там этого не стоит ужин время восток так но восток там все правильно мы скакали а мой бог нам надо на запад а запад там я тоже квик зря было доверять своему инстинкту надо доверять инстинкту не доверять опоссуму давно уже пора было это понять побежали чалы скакали вперед неси меня мой боевой конь эти буду петь песни арию любишь я свободен словно чалы в небесах я свободен словно лошадь не в лесах на копытах поскачу в тальмберг из конины приготовим свадебный пирог а не боись я шучу никакой конины там не будет никто тебя не съест пока что и вот он тальмберг свобода я привез коня все с дороги конь приехал но кстати есть там по разбойнику кто то можно сдать или что такое половцев по можно здесь уши половцев так там что так давно не выпадают уши с половцем моё почти нет можно против обучения мне денег нет я надеюсь что чалом охотник было чтобы я тебе спел но ты точно первый конь которым я проюсь покойся хватит возле яблоньки мои я пасу двоих коней серый приличное общество приехали хорош на каком не поскакал и время спасибо indra шо кстати пока мы здесь них тут тоже сундуки есть служанка не хочешь свалить на частные территории вот замки были по-моему меня услышали может и нет а нет услышали что это было ничего все пойдем сдавать по идее мы сделали все где пани добро пожаловать indra рада тебя видеть а я как вас раз видит рад видеть спаси тебя господь что тебе необходимо я привел коня пани я привел чалого коня прекрасно надеюсь с ним не было никаких сложностей изи конь ничего особо сложного он конечно диковат но я сумел с ним справиться пани это невозможно софи не сможет выехать на свадьбе на дикой лошади которая то и дело ударяется в панику я узнал одну хитрость если ему петь он успокаивается помойся зачем ты пел лошади боюсь это чистая правда пани я пел лошади что ж тогда и мне что-нибудь спой пани я не знаю смею ли но я знаю что так надо успокаивать чалова давай же пой возле яблоньки моей я пасу двоих коней кони серый да гнедой а я парень молодой на каком мне постакать да свою милую обнять очаровательно неудивительно что конь успокаивается позор услышав такой прекрасный голос я подумаю что делать с чалом и все же спасибо индра я принес вам венец от мастера гравера индра ты сокровище рыцарь герой разве он не прекрасен софия будет прелестно как ангел что там дальше что дальше вино я принес я принес вино прекрасно прекрасно какая свадьба без доброго поставь его где-нибудь я позже пришлю за ним слугу надеюсь тебе было не трудно его достать вообще никаких проблем проблемы я не знаю что проблема я не знаю что это такое ничуть в тебе не сомневалась что я могу сделать для вас пани ничего ты сделал достаточно и я хотела бы вознаградить тебя мне ничего не нравится видеть вас уже награда не скромничай индра я благодарна за все что ты для меня сделал и за твое общество я хотела бы дать тебе кое-что она принадлежала моему отцу он был сложен почти как ты широкие плечи крепкая грудь тебе должна быть в пору я я не могу такое принять это слишком ценный дар это слишком ценная вещь индра бери беги вспомнит уровень травничества больше мне некому это отдать и если ты опять нас покинешь я хочу чтобы у тебя что-то осталось на память обо мне я вас никогда не забуду пани что ж тогда примерь хотя бы что сейчас конечно не волнуйся я не буду подглядывать я отвернусь а если вас муж войдет не войдет не он никто другой а а а а чат ну что одеваем или бежим одеваем 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 а проблема в том что рубашку нельзя одеть ее можно только надеть я благодарен но не могу принять подарок кроме того раздеваться перед глазами жены пана дивиши это довольно неуместно какая досада ты бы чудесно смотрелся в ней и кит в баню как они мне нет никогда в жизни никаких квестов для баней проходить мы не будем где награда за квест рубашку небось не оставила да рубашку отобрала то есть если при ней ты рубашку не будешь одевать значит до свидания капец отказывать пани репутация в ноль да пошла она в баню эта пани со своими наградами я промотался через мы этого это вино добывалось там полгорода убить пришлось все дела а она блин раздевайся что это хоть награда такая для настоящего рыцаря посмотрите на этого человека он похож на человека которому в награду нужно раздевайся нет не посмотрите на него посмотрите ему в лицо похож да конечно по моему он похож на человека который знает что ему от жизни нужно он человек без чести это не 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 бывает нет моим джек не будет с чужими женами мутить это очень некрасиво некрасиво станет торговцам 8 крон мы можем у него шнапса спасительного купить продать ему прикиньте сапоги и есть вторую семейную реликвию много почему золотая чаша стоит 30 крон так таких два о заплатить 15 меня это тоже не устраивает отлично обсудим как да вот вот все чат мы не будем загружаться никаких пани пани запрещены никаких загрузок чего вы пани не не этот инжир такого не делает пани пани не пани начал смотреть запись сегодняшнего стрима и услышал что творог невкусный но полезный совет творог плюс мягкий творог плюс низкокалорийный сироп это толпы попробуй можно каждый день есть не надо я у денис спасибо тебе огромное спасибо тебе гигантская задана целых 350 спасибо большое за поддержку очень благодарен благодарю а что такое низкокалорийный сироп творог мягкий творог обещаешь что такое этот низкокалорийный сироп я не знаю типа сладкий сироп но без сахара хотя в принципе в принципе можно даже сладкий сироп но если ты сразу эти сразу после тренировки ешь творог для белков то тебе все равно нужны углеводы потому что белок без углеводов не то чтобы бесполезен но не так хорош немножко углеводов нужно поэтому в принципе неплохая идея творог с сиропом сладким можно будет попробовать спасибо большое денисте за огромный донат за большую поддержку благодарю и да благодарен хорошая идея на будет попробовать что-то мне в даже в голову не пришлось сироп какой-то купить творогу им творог с вареньем йогуртом вова вот на будет что-то такое попробовать чат инжих из принципа не будет всяких мальчик им панями мутить мы между прочим пану дивишу должны у инжиха может быть свои какие-то там штуки но пану дивишу который вот собственно товарищ вот в этом поселении мы ему должны между прочим типа нормально так должны потому что он это же он спас всех чуваков скалится да и не буду спать с вашей женой просто потому что делать нечего или потому что ей делать нечего ачивкой гроши нет нет часть долго сделал бы бы наследника вы ужасные он никого не спасал плотва скажи им пожалуйста что они не правы плотва ты со мной согласна до кивает ужасная просто катастрофически все плохо у нас с моралью современном мире плотва все плохо никакой чести так и мне нужны шкуры вы наконец-то сдим квест на шкуры кабана невероятно рода сейчас тут будет уровень травмничества и ты понимаешь она и она еще надеюсь что смогу тебе помнить за того что мы ей отказали мы ей отказали из того что отказали а вообще никакой награды за квест не дала она оскорбилась оборзела вот шона раз она такая умная есть можем скучно так собрала вещи пошла ну пошла бы куда-нибудь в лес жить черно такая там мужиков полно там вот эти половцы живут я добыл те шкуры что ты просил на вас самим вино выпить венец садить на голову и на коне поехать ну окей у нас есть плотва но мы могли бы коня был что-нибудь аут съесть его можно все правильно вот это я и называю качеством то что надо конечно три месяца есть и заслужил кармане лошад как правило белка не хватает а вот углеводов за глаза продается сироп не реклама но сам использую сироп мр 2 мюзера я у денис спасибо огромное за донат 300 целых спасибо огромное за поддержку денис благодарю но ты прав углеводов обычно в нашем стандартном питании не контролируемом углеводов миллиарды поэтому да ты с этой стороны ты прав но я делал в том что не завтракал перед тренировками я тренируюсь на голодный желудок поэтому мне углеводы сразу после еды не помешают в любом случае процент мистер джей милос сиропичным никогда не видел такого я посмотрю надо загуглить наверно до до свидания гроши мы заработали этот хотя бы грошей дал спасибо большое тенис за поддержку и за хорошую инфу мистер джей милос сиро надо запомнить здесь что-то нужно хочется справедливости справедливости моя дорогая пани хочется они вот этого вот всего шута вот этот в этом замке творится вот вот этот вот ваш муж товарищ торговка вот ваш муж честный человек мы для него сделали работу принесли три шкуры кабана случилось 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 деградация общество и семейных ценностей вот ваш муж хороший человек цените его вот мы для него иди знаете что к черту все вообще гори всю синим пламень сжечь сжечь все надо сжечь дотла это общество она не сработает в итоге из этого всего вот из-за этого в итоге у нас черепотом через 500 лет тик ток будет там будут будет вот 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 этот сжечь все это не пройдет она не сработает плотва поехали поехали в лес все это все фигня погнали отсюда это это какое-то безумие плотва ты не понимаешь эти люди что блин с ними творится они все какие-то и не понимаю этот мир куда все катится плотва вот плотва ты единственный кто меня понимает бога ра черт не умеешь править лошадью так держись подальше от людей волван проклятие спрячь оружие плотва поехали в лес там так хорошо так тихо так спокойно и все понятно есть ты есть половцы и ты против половцев и все сразу кристально ясно в бою нет я ни разу правых и виноватых в бою нет вот этой всей бильберды ты просто в бою и либо ты их либо они тебя да да плотва да просто жесть не еще один квест хотел стать что здесь происходит в любом случае удачи в питании тренировках и спасибо за слайка спире денис спасибо тебе огромное за поддержку спасибо тебе огромное еще еще за один донат в 300 чат будь добры хайп спасибо тебе огромное денис за за гигантскую поддержку благодарю тебя очень щедро с твоей стороны слушай я постараюсь сейчас 3 я сейчас тренируюсь уже два раза тренировку основа делал и сейчас надеюсь все будет хорошо про творога и сироп это супер полезный совет у меня как раз закончилась у меня как раз закончился банка этого он называется протеинного порошка может быть в таком случае я не буду и не буду покупать новый может быть не стоит тогда попробовать творог снова хорошая идея в общем попробуем творог благодарю ребята где у нас был мельник а блин мельник то не этот а вот этот мельник не задание давал но все я думал он в тармберге он не тармберге а ладно нам нам не здесь я перепутал я с ними запутался всеми панями уже спасибо огромное еще раз денис за поддержку очень очень благодарен мы сейчас короче тогда знаете что сделаем я хочу все-таки закончить на сегодня квесты те которые мы запланировали у нас вообще не получилось экшена это звучало словно станьте все вообще не получилось экшена получилось получились квесты мы даже топор не потестировали нифига но кому же слегка на за этому чуваку все продам лишнее доброго типа ловчий вот этого чувака подождите а я карту сокровищ купил новую стойте я не купил а я купил новую карту сокровищ господи да вот новая карта сокровищ есть кстати но это на следующий раз и я еще мне еще надо продать кубки так игральные кости я все продаю а я ими пользоваться не буду играли а кости паутину продай паутину наверно да стоит продать яд я тоже использовать не буду доспехи тут ожерелье можно продать вот это продать чуть денег вернуть жало я может быть буду использовать семейную реликвию продать это лук запасной и все что ли похоже все что все похоже что да мы закончили сколько мы получим 580 мало но блин хоть что-то пещерный гриб продать сюда все вот теперь мы закончили а мы можем мэм мэм изи 620 окей у нас есть 700 ну мы не бомжи хотя бы уже что-то и я поеду все таки в таллимберге нам больше ничего не нужно я на эту пани обиделся я с ней еще разговаривать не хочу поехали вот вот ее место поехали отсюда слушай опоссум вот ты шаришь а половцы могли там появиться в где мы их в лагере всех вынесли они не спавнятся случайно вот там где лагерь был кулебяка привет не заходил полстрим полгода балдеж заходи на стрим теперь могли только после секса с пани а родились бы половцы да а ужасно спавнятся только на дорогах окей ну ладно тогда я туда идти не буду я пойду закончу квест на сегодня который мы остались должны по моему это правильный путь по моему эта дорога приведет нас туда куда нужно я не буду ехать я не буду ехать на лошадке я все-таки надеюсь что мы сможем что мы сможем хотя бы одно может какой-нибудь разбойник рандомный выйдет из дороги вот файл так говорит что у него спавнятся в лагере половцы но их там все равно много блин мне будет так чтобы вот один тренировочный половец для топора для тренировки топора вот как думаете там вот живет половец олени там живут блин олени это не половцы последний раз когда проверял ну можно оленя подстрелить снайперский выстрел по хэдшот хэдшот не то так вот ладно плотвичка плотва шевелись плотва так значит я можно ли с лука стрелять на коне офигеть я могу быть конным лучником жесть ха ха играем в татар офига инжах рулят так подождите это я щас я щас где-то есть фиг там мне направо другую сторону омогов нет а поехал прыгай через кусты плотва опа что за озеро хорошо приехали чудненько интересное место открыть могилу гроши чаши с нарабье лучника и красномай ну нифига себе так но это мы вот здесь как раз по идее мне по этой дороге если ехать я рано и поздно приеду туда куда мне надо все-таки это фиг знает где а стоп а чё я парюсь я дурак конечно спирт самогон самогон у нас же есть телепорт easy сейчас быстро пройдем квест сейчас на чуть подождать сейчас штырнет может побегать кровь разогнать вот вот а пока пьянеет можно поохотиться чё-то я уже этот думаю может быть все таки к пане может быть пани не такая плохая была а плотва чё думаешь поедем поедем к пане слушай чё хоть да я подумал что самое время пани на все еще ждет я не знаю чё я отверг плотва она вроде нормальная девушка но это ну то вот такая ну понимаешь просто некомфортно чувствовал себя некомфортно понимаешь ну то есть человека принципы должны быть человек без принципов плотва это это не человек это зверь собственно как по твоему вот отличаются люди и звери плотва вот ты зверь вот ты и этот ты без принципов соответственно если бы у тебя принцип принцип понимаешь чё я говорю да извини если бы принципы у тебя были ты бы сейчас подожди секунду этот надо выпить еще если бы принципы у тебя плотва были ты была бы человеком но это ты не обижайся я тебя уважаю я тебя уважаю ты очень верный верный друг единственная плотва единственный все эти пани да ну их в баню суши не поеду вот сюда сейчас подожди секунду вот сюда сейчас подожди присесть надо чё-то чё-то подожди о грибочек не наклониться не наклониться что тебе криво-то да-да-да-да вот так аккурат плотва вези-вези о на автопилоте давай о сейчас до пани доедем и все нормально будет а будет ей цветов купить точно точно цветы о цветы забыли подожди стой плотва сейчас будем цветы собирать без цветов не пустит так цветы цветы плотва как ты думаешь какие цветы пани любит я думаю я думаю что розы где тут розы растут тюльпаны точно отличная идея не знаю плохо видно тюльпаны увидим не увидим сейчас поищем о тюльпанов то не видно все не найти тюльпаны вот тут тюльпан должен быть сейчас вот здесь найдем вот под этими кустами точно тюльпаны есть сто процентов вот тут у нас есть цветы для алхимии чат это не те цветы щас все найдем нам нужны красивые цветы для пани че выходит цветы для алхимии для алхимии это чтобы есть для пани чтобы не есть мало выпили да я думаю достаточно им даже хуповому нормально зашло о умыться надо ой это как раз та речка где лагерь половцев половцы ну и где я проснулся инжек ты где проснулся блин он все таки поперся к пани капец я надеюсь ты до нее не добрался инжек он к ней сходил ну сейчас нас стража придет искать пьянство девятнадцатый мужик я думаю это отличный момент на том чтобы закончить вы вы и вы они вы на вы Так. Минуту. Класс. Вот теперь можно спать. С похмельной головой спать. Фигово. Ну и Индрих. Новый уровень силы. Отлично. Сила. Офигеть. Прокачаем ужасающего. Могильщик нам нужен. Ужасающий враги будут уклоняться от боя. Кто творится драться будут менее решительными. Я не знаю что это такое. Вот эта штука должна увеличить урон. Крепкая охватка звучит прикольно. Возьмем крепкую охватку. Что-то там восстановление выносливости не будет замедляться. Все дела. Все. Я думаю что на этом моменте. Ну не на этом. Можно вот так. Два часа еще поспать. Хотя не обязательно. подождать два часа. Не спать читать мы не можем читать. Я не могу читать эту книжку сразу после сна. Потому что она требует 15 силы. А под дебафом у меня нет 15 силы. А тут нужен 10 уровень. Так что мне читать между прочим нечего. Так что никаких мисплеев. Ключам нужен 10 уровень. У меня 7 уровень. У?!?! да так что ну ладно так чтоend